Итак, карма города. И начнем мы с того, начнем мы с кармы перенаселения. Обычно, когда речь идет о перенаселении, то подразумевается территория страны или всего земного шара. Мы будем говорить об этом отдельно. Однако, главная проблема перенаселения заключается в проблеме мегаполисов. В местах огромного скопления людей с мегаполис. Это те города, в которых мы сейчас находимся. А Хабаровск еще не такой большой мегаполис. Но мы можем уже увидеть, что нас ждет. Поэтому мы должны разобраться вообще, в каком месте жить хорошо, принципиально. Опять-таки, мы должны помнить, что есть универсальные законы, есть на современное время место и способы их применения к этому. Мы должны быть аккуратными. Итак, современное общество пытается всеми силами решить проблему поддержания больших городов. Правительство делает вид, что что-то меняется к лучшему. Однако, мы видим, что не все так хорошо. Средства массовой информации не молчат, говорят нам о преступности, об экологии, о коммунальном хозяйстве. И система в том, что любой организм способен саморегулироваться. Если мы вспомним Аюрведу, то мы вспомним, что любой организм способен саморегулироваться. Тело или группа людей способны саморегулироваться, если поддерживать основные принципы существования. Мы говорили, что если тело живет здоровой жизнью, то оно саморегулируется, должно самовздоравливаться. И точно так же группа людей тоже должна самоподдерживаться. Поэтому необходимо поддерживать основные принципы. Закон, чистоту, мораль, обучение, поддержание слабых, религиозность. То есть основные принципы здоровой жизнедеятельности должны поддерживаться. Мы сейчас будем говорить об этом чуть поподробнее. Но всего есть свои пределы. Даже в организме присутствует какое-то количество микробов, ничего страшного. Организм с ними справляется. Пока их качество, пока их количество не превышает какой-то уровень. Или пока организм не ослабнет сам. Поэтому или, например, в городе преступников становится больше. Или город сам ослабевает. То есть нет морали, нет законности. И вот это проблема мегаполисов. Во-первых, само по себе место очень слабое. Почему слабое, мы разберемся. И превышает, так сказать, и число негативного населения, также превышает свои нормы. Все это проблемы нити-шастры, варты-шастры. То есть то, что мы изучали всю эту неделю. Это с этими проблемами как раз и разбираются эти два писания. Нити-шастры и варты-шастры. Итак, что же мы можем назвать допустимым уровнем населения, когда организм поддерживает сам себя, общество поддерживает само себя. И мы можем вспомнить новоидическую цивилизацию. И веды приводят такую цифру, как 10 тысяч человек. 10 тысяч человек. То есть это идеальный маленький городок, где легко поддерживает чистоту, законность и порядок. То есть это легко поддерживает. Если население становится больше, ну бог с ним в 2 раза, в 3 раза, бог с ним в 10 раз больше. Ну когда это в 100, в 1000 раз больше. То вот эти три вещи, как чистоту, законность, порядок, культуру поддержать невозможно. Поддержать невозможно. То есть очень трудно. Не справляется общество. Не справляется. Отсюда ослабление происходит. И мы знаем, что если тело ослабло, то тут же проявляются болезни. Но стоит нам чуть-чуть переохладиться, тут же проявляются болезни. И точно так же и в населенных пунктах происходит. То есть превысили мы допустимое число, и тело ослабевает, не поддерживается. Так организм ослабевает, поэтому необходима иммунная система. Ее роль в обществе не выполнял духовный центр города. Города были устроены определенным образом. Вспомните, васту шастру мы изучали. Города всегда были устроены по определенному образу, четырехугольником. И в центре был духовный центр. Духовная часть. Который объединял всех жителей в единое культурное пространство. В единое культурное пространство. Те, кто был в Индии, наверняка вы вспомните. Удивительный город. Один из удивительнейших, красивейших городов мира. Джайапур. Шафрановый город. И до сих пор каждое утро все жители города собираются в центре. В прекрасном храме. Все перед работой заходят в этот храм. Огромное оживление царит. Тут утром и вечером. До работы и после работы люди собираются в центре города. Встречаются вместе. И заряжаются этой духовной энергией. Иммунитетом. В городе должен быть иммунитет. И иммунитет это совместная духовная деятельность. Это то, что дает силы. Они собираются вместе. Раздают друг другу сладости. Это такая традиция. Они встречаются и друг другу раздают. Знакомым, незнакомым раздают сладости. Раздают сладости. Все делятся этим. Очень хорошая атмосфера. Прекрасная атмосфера. Знакомые люди, незнакомые люди. Все дарят друг другу какие-то сладости, делятся. Город живет очень дружно. Все зависит от того, что в центре города, какая культура в центре города. Если в центре города строится казино, рестораны, посмотрите, что такое центр города. Это рестораны, казино, какие-то пивные, еще что-то, танцплощадки. То естественным образом будет и процветать очень тяжелая деятельность. В городе не будет иммунитета, не будет защиты. В центре города должна быть духовность. Так можно вообще определить уровень цивилизованности города. Куда люди собираются, где люди собираются в большинстве своем. Куда они выходят в центр и что в этом центре. Можно посмотреть на нашу улицу, Карла Марса, и решить, куда люди ходят. Поэтому естественным образом в этом есть проблема. Нет духовного центра. Нет духовного центра. Поэтому перенаселение напрямую связано с духовным развитием. Мы стараемся насовершенствовать это тело, однако мы забываем о совершенствовании души. Люди не придают этому важности. Поэтому иногда приходит перенаселенность. Что это обозначает? И Великий Святой Шиво Пахупада рассказывал, что же обозначает современная перенаселенность. Он объяснял, он приводил такой пример очень хороший. Ученики учатся в школе, переходят из класса в класс. Но если на каком-то классе не могут сдать экзамены, то что на следующий год получается? Много двоечников остается на следующий год. То есть на следующий год этот класс становится перенаселенным. То же самое сейчас происходит на земле. Никто не сдает экзамен на духовность. То есть мы сейчас двоечники на этой земле. Мы не сдаем экзамены. Шиво Пахупада очень удивительные примеры приводит. У нас класс двоечников сейчас. Мы собрались, двоечники. Это не значит, что в школе надо плохо учиться. Мы останавливаемся, не продвигаемся. Поэтому естественным процессом является некоторое перенаселение. С группированностью в определенных местах. Но, однако, в общем, не так все плохо уж. Если брать всю землю, то не так уж плохо обстоят дела. Мы должны быть очень трезвыми, и наша жизнь должна отличаться от жизни животных. Это называется использованием человеческой формы жизни. Это и есть тот самый духовный экзамен. Научиться правильно использовать человеческую форму жизни. И ведическое на литературе говорится, что в теле человека можно воплотиться лишь после многих и многих тысяч рождений. Может, даже миллионов рождений. Шиво Пахупада говорил, что после триллионов лет такую цифру приводил. Поэтому мы не случайно попали в это тело. Существует множество других тел. Кошки, собаки. Мы не случайно попали в эту цивилизованную форму. Что представляет собой эта форма? Она называется манушья. Манушья – человек. Манушья – это слово санскрита. По-английски связано слово «мен». Манушья. Изначальное слово «манушьям» происходит от слова «ману». Ману – это отец человечества. Отец человечества. И почему же это рождение такое редкое? Почему же человеческое тело такое редкое? Потому что оно дает возможность получить артху. Это то, что мы проходили. В человеческом теле можно получить артху. Что такое артха? Артха имеет несколько значений. Артха – это значит, человек может что-то заработать. Артха – это конкретно вещи переводится. То есть, человек может иметь какие-то вещи. С третьего животных очень мало вещей. У них нет магнитофонов, куэров. Ничего нет. Стульев, столов. Что-то себе там сделали. Домик спалили и все нормально. Не стульев. Также артха еще переводится как достижение высшего совершенства. Достижение высшего совершенства. Поэтому это форма так редка. Это форма так редка. И беда в том, что мы концентрируемся только на одной части артхи. На достижении денег и вещей. Но вторая часть артхи – достижение высшего совершенства – забывается. И вот это и есть не сданный экзамен. Экзамен жизни не оставит детям миллион. А экзамен жизни – это самому стать святым и сделать своих детей святыми. Вот экзамен жизни. Если мы этот проходим экзамен, то двоечников уже нет. Двоечников нет. А иначе мы остаемся на второй год. В лучшем случае. Иногда выгоняют, да? Что значит, если выгнали из школы? Да, в другое тело переходит. Животное тело может получить человек. Поэтому человек должен быть тхирой. Тхира переводится как очень трезвым и разумным. Он должен использовать человеческую форму жизни ради достижения высшей цели. Очень быстро. Как можно скорее. Специальный термин турном. Как можно скорее. Как можно быстрее использовать. Потому что жизнь очень скоротечна. Очень скоротечна. Нужно торопиться. Это и есть разум. Это и есть разум. Итак, перенаселение планеты. Если мы будем говорить о перенаселении планеты, то это проблема больше не перенаселения, это проблема материализма. Что происходит? Человек объявляет свои права на Землю. На то, что ему не принадлежит. Право на Землю. Вот здрасте. Право на Землю. Это не наша Земля. Наша это то, что можно с собой забрать. Что мы можем с собой забрать? Мы ничего не можем с собой забрать. Ну, фараоны там что-то пытались с собой забрать. Не получилось. Забрали другие. Мы не можем с собой забрать ничего. И Земля тоже не наша. Но какая-то группа, какое-то правительство говорит, это моя Земля. Поэтому я буду ей распоряжаться, как хочу. Поэтому перенаселение происходит. Перенаселение происходит от того, что человек думает, что что-то здесь его вообще. И право объявляет какое-то, свое право. Поэтому огромные площади пустуют, но где-то перенаселение. Это немножко другая проблема. Это проблема материализма. Поэтому тут есть только один путь. Это развивать духовное совершенствование, чтобы эта проблема решилась. И с этим же связана проблема голода. Если человек сосредотачивает свои усилия на производстве зерна и овощей, эта проблема исчезает. Ее нет автоматически. В настоящее время человек сосредоточил свои усилия на производстве железа, пластмассы и химии. Миллионы тонн химии производится. Миллионы тонн химии. Одна сплошная химия. Но химию не скушаешь. Надо производить миллионы тонн зерна, овощей, и тогда все будут сыпи. У нас здесь, конечно, сейчас нет этой проблемы. Но в цивилизации есть. Однако есть еще один момент интересный. Земля – это орудие кармы. Земля – это инструмент кармы. Если на Земле совершается тяжелая деятельность, то тогда Земля прячет свои богатства. В ведических писаниях описывается интересный момент, что раньше ископаемые были на самой поверхности Земли. Ближе были к Земле. Буквально с самого верху. Чуть-чуть Землю убрал пыль. Там уже золото, серебро, драгоценные камни. Так описывалось. Сатя-юга называется время. Сатя-юга. Очень близко были к поверхности Земли. Очень близко. Но сейчас с уповальным убийством невинных животных, с безалаберным выкачиванием богатств, они уходят от поверхности, уходят глубже. Уходят глубже, вниз. Описывается это одно из самых эзотерических свойств Земли – менять свои пласты. Это неизвестное эзотерическое свойство Земли. В соответствии с тем, как ведет себя на население, Земля меняет свои пласты. Внутренности меняет. Вы переставьте себе. Меняет свои пласты. Так интересно. Поэтому время от времени там что-то трясется, потому что пласты меняются. Мы это не видим. Это невозможно увидеть глазами. Это эзотерическое свойство. Никакими приборами это не измеришь. Все очень хитро происходит. Мы это не видим. Но это описывается, это факт. Это факт. Это такое интересное свойство. Если любить Землю, то она способна давать несколько урожая в год. Несколько урожаев в год описывается. Даже здесь мы знаем, даже ту же картошку можно несколько урожаев получить, если правильно пользоваться. Если очень любить Землю, знать эти законы, можно несколько урожаев снять. При желании. В более жарких странах там риса снимают, несколько урожаев. То есть на Землю может очень много давать. Очень много давать. Но сейчас мы иногда не способны получить даже один урожай. А, это было вступление. И выводы из этого вступления давайте сделаем. Так, веды рекомендуют жить в небольших городах или отдельных микрорайонах с собственным самоуправлением и собственным обеспечением. То есть, чем меньше отдельно взятый уголок, тем лучше для жизнедеятельности. Тем лучше. Естественно, если есть такая возможность. Это будет более здоровая жизнь. Более здоровая жизнь. Человеку рекомендуется обратить внимание на культурную часть города. Что преобладает? Заводы, фабрики, рестораны, казино или институты, парки, библиотеки, храмы. То есть, что преобладает в центре города? Каков этот центр? Каков центр? И также мы выяснили, что перенаселение обусловлено тем, что никто не сдает экзамен на духовную жизнь. Никто не сдает экзамен на духовную жизнь. Пожалуйста, по этой части какие есть вопросы? Я попробую ответить. Да, нужно посмотреть. Да, так как город большой, центров может быть несколько. Но давайте посмотрим, что в этих центрах. Как правило, большой ресторан всегда стоит. Пару виноводочных. Где-то банк стоит, где люди держат. Казино стоит. Что еще? Парк, где все пьют водку. Что еще? Наши центры. Возьмем северный, район южный. Центр города. Посмотрите, одно и то же насос приотачивается. Одно и то же. Двенадцать кладбищ. Двенадцать кладбищ. Пожалуйста. Стали храмы восстанавливать, но они еще не становятся центром. Храм и центр это большая разница. У нас храмы ходят два раза. Это чтобы жениться и чтобы кого-то похоронить. На праздники ходят, но не весь город, поверьте мне. Маленький очень процент. Очень маленький процент. Весь город должен ходить. Ну как минимум 75% должен ходить. Представьте, что вы пришли в библиотеку, посмотрели, спросили, а что это у вас тут? Сказали, а книжки тут стоят? А что вы пришли? Да, посмотреть. Точно так же сейчас человек ходит в храм. А что это у вас тут? А куда свечка поставит? Очень мало кто в реальности понимает, куда он приходит и зачем. Очень мало, но кто в реальности это понимает. Очень маленький процент. И более того, я хочу сказать, что храм не должен быть центром города. А весь город должен состоять из храмов. Есть такая маленькая деревушка, та же самая деревушка Вриндаун, о которой мы сейчас говорили. И в этом маленьком городке 5000 храмов. 5000 храмов. И они действующие. То есть утром народ рядышком из ближайших домов идет туда. 5000 храмов. Многие здесь видели своими глазами. 5000 храмов в маленьком. Это как наш один райончик, может быть северный или южный. Как наш райончик один. Это число данное свыше. Это число данное в ведах. Это инструкция к этому миру. Ко всему сложному идет какая-то инструкция. И к этому миру также изначально дается инструкция. И эти инструкции называются веды. Вот верхняя полка представлена этой инструкцией. Это веды. И там даются законы. Законы космической энергии. Они нам известны в разных формах. В формах наставлений святых. В формах заповедей. И также даются наставления для деятельности государства. Для деятельности семьи. Для просто жизнедеятельности тела. То есть чтобы тело не болело, дается такой закон, как аюрведа. Как человек должен правильно питаться. А чтобы город не болел, дается варто-шастра. Варто-шастра это как сделать так, чтобы город не болел. Но эти инструкции немножечко не изучаются. Не изучаются. У нас во всяком случае не изучаются в России. Но другая часть мира изучает эти инструкции. Они востребованы. Востребованы и пользуются большим спросом. И по ним живут. По ним живут. Поэтому если вы посмотрите на западное устройство, люди стали более разумными. И они стали жить вдали от города. Если вы посмотрите, как запад строен, все уже стали разумными. И они стали жить подальше от города. Стали приезжать в город. Уже стали более разумными. У нас еще до сих пор идет скучность в город. И человеку еще здесь до сих пор кажется, что чем больше город, тем легче там жить. То есть до сих пор еще мы можем мечтать в Москву или в Ленинград переехать. До сих пор еще можем мечтать. Но слава Богу, знание приходит, поэтому мы сейчас изучаем как раз на этом семинаре, который мы читаем в среди недели, мы изучаем этот трактат. Варта Шастры и Нити Шастры – это законы для здоровой жизнедеятельности в городе, как процветать, как не болеть, то есть каковы вообще эти правила, каковы эти законы. Они переведены, вы можете себе взять целый песенник, вот стоят песенники, и там есть переводы, все на русский. Вам там в случае почему не так, здесь все русские. Все русские, а, хорошо, я сейчас объясню. Это наш язык, и мы не русские. Я не русский, и вы не русские. Мы не русские, мы души. И есть язык нации, а есть язык души. И язык нации, их миллион этих языков. Французский, еврейский, английский, как вы хотите. Это языки тела. Но молитвенная практика происходит на языке души. Поэтому мы взяли санскрит, а санскрит это язык Бога. И поэтому очень хорошо выучить несколько слов на санскрите на языке Бога. Очень хорошо. А перевод нужно знать обязательно, и поэтому перевод я специально рассказываю, и его можно прочитать. Английский, а индийского языка нет. Нет индийского языка. В Индии нет никакого языка. В Индии огромное количество языков, но в каждом штате два языка. Это санскрит. Санскрит это сейчас язык, на котором информация приходит к нам. Информация приходит к нам. Санскрит. Да, вот правильно. То есть это санскрит, он не имеет отношения к телу. Он имеет отношения к душе. Поэтому мы пытаемся сейчас раскрыть душу, а не тело. Но естественно, что нужно и на своем языке все понимать. Поэтому описывается в священных писаниях, что для Бога не важно, на каком языке молится человек. Важно, что он в это вкладывает. Но ему особенно приятно, если мы на его родном языке что-то скажем. Это же будет приятно. Поэтому мы стараемся сделать приятное. И в мантрах есть определенные правила. Это называется внимательность. Внимательность это когда мы очень внимательны к той личности, к которой мы обращаемся. И поэтому мы стараемся к определенным личностям на их языке обращаться. То есть чтобы им было приятно. Так мы проявляем свое внимание. Бог может говорить на всех языках. Он мог говорить на всех языках, и он понимал все языки. Вот я и говорю, я конкретно говорю правду. А вот это мы сидели на том... Он ходил по всей Индии, и там огромное количество наречий. Не имеет значения. Но он в Бенгалии. Один язык, язык сердца. Вот это главное. Мы не должны искать различия, мы должны общее искать. Есть два критерия образования. Или два критерия цивилизованности. В чем они? Первое. Человек должен становиться мягче. И второе. Он должен видеть общее в различном. Он должен видеть общее в различном. Вот это самое главное. И мы должны с каждым разом становиться все более цивилизованным. Мы должны из каждой ситуации учиться становиться мягче. И учиться видеть общее в различии. Что нужно в семье? В семье нужно, чтобы люди были с мягкими сердцами. И чтобы они видели общее в различиях. Потому что в семье два разных человека. И если мы в семье не увидим общее, но в различиях. То мы так и будем такой. Современный с семьей. Так и не поняв друг друга. То сейчас называется ядерная ячейка общества. То, что может взорваться в любую секунду. И эти взрывы вечером происходят. Можем увидеть. На кухнях ядерные взрывы происходят. Если мы это сможем решить на уровне семьи. То мы сможем это решить на уровне общества. Если мы это сможем решить на уровне общества. Мы сможем это решить на уровне религий. Дальше сможем решить на уровне государств. На уровне всего мира мы можем решить. Вот это и есть цивилизованность. Цивилизованность это умение видеть общее в различном. У нас сейчас идет деградация. Мы делимся, делимся, делимся. Ну посмотрите. Страны делятся, 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 делятся. Все делятся. Семьи делятся все. Как можно дальше жить друг от друга. Семьи делятся. От родителей жить, ну как можно дальше. Всю страну разделить. Все разделить. Все по частям разорвать. Это деградация. Цивилизованность это умение быть вместе. Умение любить друг друга. Умение видеть общее в различиях. Вот это цивилизованность. Вот для этого нужно обучение. Вот это то, чем мы занимаемся Мы вот эти два момента пытаемся разработать Как сделать сердце мягче И как научиться видеть общее в различиях Поэтому не важно все это Важно понять суть Важно понять общее Что же общее во всех философиях Во всех на философиях общее Это то, что человек должен совершенствоваться Он должен искать счастье не вовне, а внутри себя Что общее во всех религиях Человек это слуга Бога Мы души, маленькие